В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студиал Сущепотева. Здравствуйте! С начала пандемии в Башкортостане прошло 4 волны продуктовой помощи. В мае было выдано 20 тысяч наборов малоимущим гражданам. В июне их получили еще 10 тысяч человек. В августе еще тысячи жителей республики получили адресную помощь. Наша республика стала 16-м по счету регионом, где реализуется социальная программа «Магнит Забота», призванная помочь наиболее незащищенным гражданам в период пандемии. Вы, наверное, сами маршрут построите. Я сейчас вам этот список передам. Продуктовые посылки адресатам доставляют работники подведомственных Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, центров «Семья» и добровольцы единого волонтерского центра «Наша забота». Вот и сегодня в Янаульском волонтерском штабе кипит работа. Заявок не так много, поэтому собрались не все. Получив задание, ребята поспешили к его выполнению. С 20 ноября стартовала новая акция «Магнит Забота». Это совместная акция регионального отделения партии «Единая Россия» и федеральной сети «Магнит». Наборы у нас предоставляются многодетным семьям, которые воспитывают более четырех детей, являющихся малоимущими. Раздача продуктовых наборов производится по списку, который был сформирован Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики. И всего в наш район поступило 84 набора на сегодня. Продуктовые посылки семьи получают как сами в центре семья, так и наши волонтеры единого волонтерского центра «Наша забота» доставляют до адресатов. Сегодня волонтерам предстоит выполнить пять заявок по городу. Две из них в северной части, три в центре. В каждом доме их ждут с нетерпением. В такое непростое время получать помощь особенно приятно. В состав каждого набора включены девять позиций продуктов питания длительного хранения. В том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, сахар и другие. Ну, нужные, да. Спасибо, что помогают. Ну, сколько раз мы в школе сколько раз получали, домой приносили. Дедушки тоже приносили ветерану. Мы рады такой помощи, что нам помогают. Пять девочек у меня. Старше девятнадцать лет. Маленькая, три годика. Волонтеры местного штаба «Наша забота» по-прежнему работают в усиленном режиме и продолжают принимать звонки от пожилых граждан категории 60+, нуждающихся в помощи. Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, других предметов первой необходимости нужно оставить заявку по номеру 501-22-8-964-958-7909. Звонки принимаются с 9 до 18 часов. В Башкирии началась выдача бесплатных лекарственных препаратов пациентов с коронавирусами и подозрением на инфекцию для лечения на дому. На склады Башфармации поступили первые препараты, закупленные на средства из федерального бюджета. Комбинацию препаратов с учетом сопутствующих заболеваний и противопоказаний будет определять лечащий врач, доставлять их будут медработники. О том, как проходит раздача медикаментов в нашем районе, рассказала заведующая поликлиническим отделением Азалия Низамова. В соответствии с требованием приказа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 3 ноября 2020 года за номером 1713 об обеспечении лекарственными бесплатными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией утвержден временный порядок обеспечения лекарственными препаратами пациентов с COVID-19. На сегодняшний день Янаульской ЦРБ получена часть препаратов, пока часть, для обеспечения этой категории пациентов. Лекарства получены по семи наименованиям. Сюда входят противовирусные средства Умифеновир, Гидроксихлорохин, антибиотики Азитромицин, Клоритромицин, Жаропонижающий парацетамол и антикоагулянты. Это препараты, предотвращающие повышенное тромбообразование, такие как Апексабан и Риворексабан. Основанием для получения этих лекарственных препаратов является наличие установленного диагноза подтвержденного или вероятного случая новой коронавирусной инфекции. То есть подтвержденное это, когда вирус идентифицирован, мазок на ПЦР положительный, и в вероятный случай вирус не идентифицирован. После осмотра пациента участковым терапевтом формируется заявка на лекарственные препараты. Это все проводится в соответствии со схемами лечения, рекомендованными временными методическими рекомендациями. На сегодняшний день актуальная девятая версия. Далее в соответствии с этой заявкой от участкового терапевта формируется лекарственный набор препаратов старшей медицинской сестрой поликлинического отделения. Непосредственно до пациента доставка уже осуществляется среднемедицинским персоналом. Это медицинской сестрой, естественно, со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий. Медсестра выезжает туда в противочемном костюме и непосредственно передается пациенту лекарственные средства по описи. Туда ставится подпись пациента и также заполняется информированное добровольное согласие на амбулаторное лечение и согласие на режим самоизоляции в течение 14 дней. На сегодняшний день за период с 20 ноября по 26 ноября обеспечено 23 пациента с вышеперечисленными диагнозами. И далее уже амбулаторный ход лечения, тяжесть состояния пациента отслеживает непосредственно лечащий врач. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 2 миллионов 187 тысяч жителей. В Башкортостане их число 13 тысяч 715 человек. В России побит очередной антирекорд 25 тысяч 480 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 134 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 26 ноября в Янаульском районе зарегистрировано 1279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 4 пациента переведены в госпиталь города Нефтеканска. 2 пациента госпитализированы в республиканские учреждения. 97 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID на дому. Выписаны с выздоровлением 1146 пациентов, что составляет 90% от выявленных больных. Итого на данный момент в районе 103 человека получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине на 14 дней находится 77 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 106 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 247 человек. Все подразделения на Ульской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности ежедневно в амбулаторно-поликлинических подразделениях и на дому проводится забор мазков на COVID. Более 100 мазков берется. С 23 ноября вступил в силу приказ Минздрава Республики Башкортостан номер 1229А о совершенствовании лабораторной диагностики на COVID в Республике Башкортостан, где определены категории граждан и сроки взятия биоматериала, согласно которой мы и работаем. Еще раз мы рекомендуем населению района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! В нашей Республике по-прежнему действует режим повышенной готовности. С начала ноября самоизоляцию должны соблюдать все жители старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. В этих условиях особенно остров стал вопрос оказания помощи тем, кто вынужден ограничить свое передвижение. Ежедневно волонтеры и социальные работники помогают им в доставке продуктов и медикаментов. Нуждаетесь ли вы в доставке продуктов питания, промтоварах, лекарствах, выносе мусора? С началом рабочего дня студенты, волонтеры и сотрудники Центра социального обслуживания населения Альтаир начинают обзванивать пожилых янаульцев. Главный вопрос, нуждаются ли они в какой-либо помощи, в период самоизоляции. В списках Центра порядка 6,5 тысяч фамилий жителей нашего района. Начиная с 9 ноября специалистами Центра и социальными работниками проводится контроль за состоянием здоровья граждан старше 65 лет и необходимостью доставлять продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, лекарственные препараты и вынос мусора. В общем списке у нас значится 6 648 человек. На сегодняшний день обзвонили и обошли 2681 человек. Из них 1233 человека мы обзвонили и посетили тех граждан, у кого нет телефонов, в количестве 1448 человек, что составляет 21%. Для работы, для обзвона и посещения граждан привлечены волонтеры, работники культуры и библиотек района, а также привлечены студенты Нефтекамского филиала многопрофильного колледжа. Во время осуществления звонков и обходов мы информируем население о необходимости соблюдения ими обязательной самоизоляции, о том, чтобы они как можно реже посещали общественные места, а если им необходимо доставить продукты питания, медикаменты и вынести мусор, то они могут обратиться к социальным работникам и волонтерам. Во время осуществления звонков, если гражданин сообщает нам о том, что у него температура, либо о том, что у него ухудшилось состояние после лечения, после стационарного лечения, эту информацию, этот сигнал мы обязательно передаем медиком. С введением режима самоизоляции пожилые люди могут сходить в аптеку, сходить в магазин, посетить финансовые органы лишь только в период с 11 часов до 13.00. А в остальное время могут помочь уже социальные работники с доставкой продуктов, медикаментов и всего необходимого. Поэтому граждане могут обратиться к нам по телефону 5.42.71. Дополнительная нагрузка легла и на плечи социальных работников. Они покупают необходимые медикаменты или продукты, доставляют их по адресам пожилых граждан, а также навещают тех, до кого не смогли дозвониться. Уже больше 20 лет Флорида Ирканаева работает в социальной сфере. Своих подопечных у нее 16 человек. В последнее время добавились еще и новые заявки. Ежедневно она навещает бабушек и дедушек. При необходимости приносит им товары. В сфере социального обслуживания я работаю уже немало лет. Уже больше 20, если честно. Конечно, работа нелегкая. На моем участке уже 16 человек. Когда начинала, было только 7-8. Эта работа прибавилась. Прибавилась не только с бабушками, потому что у них очень много своих теперь нюансов, много предпочтений. Каждые разные. Они сейчас современные стали бабушки. Все с телефонами. У всех свои заказы, свои привычки. Ну, привыкаешь. Работа нелегкая. Но каждому стараешься угодить. Думаю, считаю работу своей благодарной. Они очень благодарностью относятся к моему приходу. Любят общаться. Особенно общаться. Им в последнее время, конечно, этого общения не хватает. Потому что с началом пандемии работы очень прибавилось. Мы теперь начали обслуживать и клиентов 65+. Мы стараемся их обзванивать. Делать обход поквартирно. Узнавать, к чему они нуждаются. Не нуждаются ли в продуктах, в лекарствах. Да и вообще стараемся всяко поддержать наше население, старшее поколение. Наш рабочий день начинается обычно с телефонного звонка. Мы обзваниваем своих подопечных, узнаем, какие им нужны продукты, лекарства. Потом идем по адресам, приносим нужные продукты, забираем квитанции для оплаты. Сейчас они у нас весь месяц идут. Квитанции, поэтому нужно успеть оплатить все квитанции, чтобы не было никаких долгов. Лекарства. Очень много лекарств покупается сейчас, конечно, с бабушками. И плюс, помимо общей работы, обзваниваем категорию 65+. Бегаем по квартирам, узнаем, не нуждаются ли у них дети, не нуждаются ли в каких-то лекарствах, в каких-то продуктах. Для старшего поколения визит социальных работников – это всегда неоценимая помощь. Для многих добраться до магазина достаточно сложно. Эта помощь приходится кстати. Сотрудники центра строго следуют оставленной заявке. Пенсионеры в этом вопросе весьма педантичны. Продукты просят либо определенной марки, либо приобрести в конкретном магазине. Соцработники с пониманием относятся к своим подопечным, за что последние им весьма благодарны. С 26 ноября свою работу начали мобильные бригады. В их составе социальные работники и волонтеры. Они выезжают по адресам тех пенсионеров, кто либо не имеет телефона, либо не ответил на телефонные звонки сотрудников центра «Альтаир». В случае, если хозяев нет дома, им оставляют памятку с контактными данными, куда они могут обратиться. Всю посильную помощь по доставке медикаментов и продуктов сотрудники социальных служб будут оказывать до тех пор, пока это необходимо. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. 27 ноября ожидается пасмурная погода, возможно, небольшой снег. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 8, минус 10, днем минус 5, минус 7 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5,10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 7, минус 12, при прояснениях до минус 17, днем минус 4, минус 9 градусов. 26 ноября. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1904 году, русский гарнизон крепости Порт-Артур отразил четвертый общий штурм. Оборона длилась 10 месяцев. Под Порт-Артуром была перемолота японская армия. 110 тысяч погибших. Ее командующий впоследствии совершил Харакири. Как же там было? Сим, Слабим, Быстро, Приготовитус! Эх, ну не получается у меня бытовая магия! Приготовление пищи не просто необходимость, а целое искусство. А чтобы получить от этого настоящее удовольствие, нужна хорошая посуда. С магазином ДАР любая женщина может стать волшебницей на кухне. А тарелочки какие загляденье! Ждем вас с 9 утра до 6 часов вечера на Аксакова, 14. Коронавирус создает большую нагрузку на иммунитет пожилых людей. Поэтому все, кто старше 60 лет, находятся в группе особого риска. Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте несколько простых правил. Реже посещайте общественные места. Меньше пользуйтесь городским транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке или МФЦ. Если нужно оплатить коммунальные услуги, купить продукты или лекарства, попросите о помощи близких или вызовите социальных работников. Часто мойте руки с мылом, особенно после магазинов. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза. Запаситесь одноразовыми бумажными салфетками и закрывайте ими рот при кашле и чихании. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Чувствуете недомогание? Не ходите в поликлинику. Вызовите врача на дом. Берегите себя и будьте здоровы. Я, Бронников Александр Михайлович, являюсь директором гимназии имени Муксинова, город Янаул. В современном обществе важно освоение новых образовательных информационных технологий. Каждый ученик должен шагать ногу со временем, а для этого необходима материальная техническая база. В 2019-2020 учебном году наша школа стала участником национального образовательного проекта «Цифровая образовательная среда». В рамках этого проекта мы получили оборудование на сумму 2 миллиона рублей. Это позволяет использовать в образовательном процессе современные информационные технологии. Поэтому нам с вами важно подготовить выпускника, легко ориентирующегося в цифровом мире. Налоги, которые мы с вами платим, идут на оснащение образовательных организаций. Заплатите налоги до 1 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71 Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95 Неисправная электропроводка Одна из основных причин пожара Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok